Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Не по плану. На саммите НАТО Трамп отменил двухсторонние встречи, но встретился с Порошенко. Почему? Последний момент. Депутаты перед каникулами успели поправить закон об антикоре. Что с евробляхами и цик? Деньги не кислород. Жители Кропивницкого вышли к мэрии защищать деревья. От кого? Родина ждет. Немецкий суд разрешил выдать почтдемона Испании. Когда экстрадиция? В Брюсселе завершился саммит НАТО. Дональд Трамп заставил всех поволноваться, но Петр Порошенко переговорами с американским президентом и членами альянса в целом остался доволен. Елена Абрамович, которая следила за событиями в штаб-квартире НАТО, расскажет больше. Отмененные двухсторонние встречи, перекроенный график, ультиматумы. Так выглядит саммит НАТО во времена президентства Дональда Трампа. Тут работают полтысячи корреспондентов со всего мира. Самый безумный саммит. Звучит это всюду. Повестку дня Дональд Трамп нарушил сразу после завершения заседания Украина-Грузия-НАТО. Попросил остаться только глав государства альянса и заявил, либо все увеличивают расходы на оборону, либо Америка пойдет своим путем. Успокоился лишь после того, как все отчитались о сроках выполнения. Американский президент требовал того, о чем мы говорили последние месяцы, изменить распределение финансового бремени. И мы четко дали понять, что мы на пути к этому, и это в наших интересах и сделает нас сильнее. Напомню, перед саммитом Дональд Трамп критиковал Германию за строительство газопровода «Северный поток-2». Но после встречи с немецким канцлером уже был менее категоричен. Правда, сегодня снова повторил. Эта тема еще не закрыта. Нам все еще нужно решить, что делать с трубопроводом, потому что он идет из России. Я поднял этот вопрос. И теперь, кажется, это самая обсуждаемая тема в мире. Честно говоря, возможно, в будущем у всех будут хорошие отношения с Россией, и у нас станет меньше проблем с этой трубой. Сейчас Путин для него не враг, не друг, заверил Трамп. Дескать, еще не очень хорошо знаком с ним. Что касается аннексии Крыма, повторил, ему эта история не нравится. Но это на ответственности президента Обамы, который мог остановить захват полуострова. Что будет с ним дальше, Трамп не знает. Но обещает поднять украинскую тему во время встречи с Путиным в понедельник. Мы также будем говорить об Украине. Представители этой страны сегодня здесь присутствовали, и довольно интересно было послушать, что они рассказывали. Хоть часть двусторонних встреч Трамп отменил, разговор тет-а-тет с украинским президентом состоялся. Это была абсолютно доверная разговора, и я очень доволен, что в Украине был отданный приоритет. И было абсолютно необходимо, что перед поездкой в Хельсинки нам нужно было поспілкуваться с президентом Соединенных Штатов Америки. Предстоящую встречу Трампа с Путиным обсудили детально, заверил президент. Он уверен, что Трамп не признает аннексию Крыма. Доволен Петр Порошенко и саммитом в целом провел 15 двусторонних встреч. Президента Франции попросил поднять вопрос об освобождении украинских полицзаключенных во время переговоров с Путиным в воскресенье. А на общем заседании Украину снова заверили, что двери Альянса остаются для нее открытыми. Мета моя, как президента Украины, как Верховного Головнокомандующего Збройных Сил Украины, это членство в НАТО. Мета моя, чтобы Украина имела перспективу членства, которая была подтверждена на саммите, что и было сделано. Все, кто выступал, выступали 19 лидеров, членов, главы держав и урядов. И все, без исключения 19 членов, говорили про то, что поддержка Украины была полагать в том, чтобы прискорить перспективу членства для Украины. Довольными остались все, резюмировал Дональд Трамп. Слова замечательной и прекрасной в его итоговой речи звучали чаще всего. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сиридонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. В Верховной Раде сегодня в очередной раз думали, как быть с Центр-Избиркомом. И несмотря на то, что в коалиции уже готовы на уступки, похоже, ЦИК, если и обновят, то уже осенью. Параллельно в зале решали, в каком варианте принять поправки к закону об антикорсуде. Что из этого вышло, давайте узнаем. Евробляхи опять заблокировали правительственные кварталы. Сегодня машин с европейской регистрации меньше, но тем не менее, из-за них снова на центральных улицах приходится стоять в пробках. В Раде пытаются решить их судьбу. Налоговый комитет добился включения в повестку дня двух альтернативных законопроектов, которые существенно уменьшают акциз на ввоз импортных авто. Мы предлагаем абсолютно прозорую и зрозумелую систему визначения акцизного податка. Базовая ставка для автомобилей на бензиновых двигателях 50 евро, на дизельных двигателях 75 евро за 1000 куб. За использование двух коэффициентов объема и века очень просто можно пораховать. То есть автомобиль 2000 куб. сантиметр будет базовая ставка 150 уменьшили на 2. И далее смотрите, если автомобилю 10 лет, это будет 100 уменьшить на 10 тысяч евро акциз. Мы таким образом пораховали ставки акцизного податка, чтобы, например, на автомобиль Volkswagen Passat 2-литровый бензиновый 2001 года выпуска акциз становился примерно 350-360 евро. Таким образом, чтобы людям это действительно было доступно. Радикалы же предлагают решать проблему глобально. Мы предполагаем на том, чтобы отродживать свой автопром, свой автопром и залучать новые технологии с Мерседеса и других братьев в кооперацию, Toyota, непогана машина, Volkswagen. И создать заводы в Украине, а не завозить в Украину хлам, который ни где в мире не берут, только в Украине. То есть низкие податки, высокие зарплаты, чтобы люди могли купить себе машину и для детей велосипед. Потому что сегодня довели людей до ручки, что детям самокаты купить не может. Не те, что машины. Но в одночасье восстановление автопрома в собственной промышленности. Но законопроекты о снижении акциза на ввоз автомобилей стоят далеко не первые в повестке дня. Прежде всего, в Раде ратифицировали соглашение с Нидерландами о сотрудничестве в деле преступлений, связанных с катастрофой MH17. Речь о сбитом Боинге в небе над Донбассом. Вчера за зеркальный документ проголосовала голландская сторона. Прийняте этих законопроектов забезпечить эффективное расследование и перетягивание к ответственности, виноватых в этом жахливом злочине. Этот договор, который укладен между Украиной и Нидерландами, предбачает передание материалов справ из Украины до Нидерландов, предбачает возможность подсудных принимать участие из Украины в расследовании справ в Нидерландах, в режиме відеоконференции, предбачает доступ адвокатів нидерландских до своих подзахисных в Украине. Я очень надеюсь, что в предыдущем этой трагической речнице убит 300 людей, справедливость будет восстановлена и виноватые покарания. Мы не только те, которые выполнили этот наказ, но и те, которые и давали этот наказ, будут сидеть в тюрьме. После этой катастрофы світ зрозумів, що Российська Федерація є організатором агресії на Донбасі. І по іншому поставився до питання, що відбувається з вбивствами тисяч українців, які загинули від рук російських військ. Документ в зале поддержали, а после этого начался долгий процесс рассмотрення поправок в закон об антикорупційному суді. Ключево, що хотят змінити, це разрешити НАБУ оспаривати решення, вынесене судом общей юрисдикції в новом антикорсуде. Суд створений не просто під НАБУ. Суд створений для того, щоб виносити вироки по высокопосадовцям. Тому апелляція має стосуватися всіх справ, які підслідні НАБУ. Но с рассмотрением этой поправки тянули, как могли, и рассматривали технічески. А параллельно в закрытых кабінетах Рады решали, что делать с еще одним больным вопросом Центризбиркома. Питання оновлення ЦВК мы вважаємо одним з ключевых на цьому пленарному тижні. Мы слышали застережение относительно к количества, и вы также слышали застережение относительно к количества кандидатов на посаду членов ЦВК в поданной. Фракция Блоку Петра Порошенко готова откликать одну из своих кандидатур, чтобы решить это вопрос. Мы просто в консультациях договоримся, что, например, такий-то, такий-то, мы за него не будем отдавать свои голоси. То есть добровольно, мы готовы идти на этот крок, но мы ожидаем также от наших партнеров по коалиции такого самого кроку. Потому что от них больше было сумнений. Но фронтовики восприняли идею без энтузиазма. Мы уже два месяца, как минимум, могли это вопрос решить уже в этом парламенте. Ну, сейчас я пропозицию, будем ее обговоривать. Идут постоянные консультации. И то, что сегодня вопрос ЦВК стоит внизу, в порядке дня, означает, что оно в любой момент может быть поднято в проходную часть. Мы уверены, что Верховная Рада не имеет морального права закрыть эту сессию, не унивавший склад Центральной выборчей комиссии. Не голосование БПП за одного из своих кандидатов позволило бы уравнять количество претендентов из свободных кресел ЦИК. Если бы и фронтовики отозвали своего кандидата, появилось бы еще одно свободное место для оппозиционного блока. Но там настаивают по закону. Их фракция может иметь двух представителей. Нам не нужно этих подачек. Нам нужно четко прозорная система. Президент страны должен внести в парламент кандидатуру по квотному принципу этих фракций. И это должно статься. Там должны быть все прозвища и за все должны проголосовать. Если там остается одно прозвища, там не проголосовано, это шлях до формирования нечестной, непрозорной карманной ЦВК. Мы никогда не поддерживаем эти подклимные договоренности, которые сегодня идут. В итоге на вечернее заседание принесли голосование за правки в закон об антикурс судей и анонсировали переизбрание ЦИК. Екатерина Лысенко, Ксения Барвиненко, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Обновить состав ЦИК во время вечернего заседания нардепам так и не удалось. Фракции не смогли договориться, хотя несколько раз ходили на совещание к Андрею Парбию. Не рассмотрели и снижение акциза на ввоз авто с европейской регистрацией, хотя эти законопроекты в повестке дня были. Единственным результатом вечернего заседания стали поправки к закону о высшем антикоррупционном суде. Парламент выполнил требования МВФ. Теперь апелляции по коррупционным делам, которые сейчас рассматривают в обычных судах, перейдут под юрисдикцию нового органа. 168 правки полягает в том, что все дела, которые следуют в Национальном антикоррупционном бюро, передаются в высшем антикоррупционном суде. Если они находятся в первой инстанции, они передаются в первую инстанцию, в апелляции передаются в апелляцию. Шановные коллеги, эта редакция правки полностью отвечает требования МВФ. В певозаконопроектах читается с голоса какие-то правки. Я сам за фахом юрист, но не все понимают, что даже там читается с голоса. Я очень уверен в том, что большая часть зала, которая сейчас натискает на зеленые кнопки, поддерживая эти пропозиции с голоса, что-то там понимают. А суть полягает в том, что и никакого желания бороться с коррупцией у нас в принципе нет. А больше того, нет желания создать независимую антикоррупционную институцию. Принятие по праву к закону об антикор суде прокомментировал премьер-министр. Он присутствовал на голосовании в парламенте. По мнению Гройсмана, сегодняшнее решение поможет в сотрудничестве с международными партнерами, в частности с Международным валютным фондом. Я вселяко поддерживаю, поддерживаю и буду поддерживать створение таких независимых судовых институций. Они нужны украинскому суспильству. Они будут оздоровливать и вообще ситуацию, в том числе и в владе, и в разных сферах. Я хотел бы благодарить всем депутатам Верховной Рады Украины, что объединялись, проголосовали. Даже драматично происходило с голосованием. В конце концов все проголосовано. Структурные изменения в ГПУ. Генпрокурор Юрий Луценко ликвидировал сразу четыре следственных отдела. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. Среди расформированных оказался и департамент специальных расследований, который ведет дело о преступлениях на Майдане. В ГПУ утверждают, что речь идет о формальностях, и на расследование это не повлияет. Ситуация на Донбассе улучшилась. По крайней мере, так считает зампред мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. По его словам, на этой неделе стреляли на 85% реже, чем на прошлой. Обошлось без жертв со стороны мирного населения. Но, по словам Хуга, опасность для гражданских сохраняется. Неразминированных районов все еще очень много. Двое украинских военных ранены были сегодня на Донбассе. Боевики шесть раз открывали огонь на Донецком и на Мариупольском направлении. В Авдеевке, Опытном и Лебединском стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А возле Павлополя ударили из минометов запрещенного калибра. Все подробности расскажет Игорь Левенок. В ранее было 6 приходов 120-го миномета. Первые пришли пристрелочные. Мариупольское направление, участок фронта Павла Польширокина. Даже после объявления перемирия здесь жарко. Почти всю ночь нестихали вражеские пулеметы, а утром боевики ударили еще из минометов. Можно сказать, что был прицельный огонь. За три года еще в армии. Видно, где прицельный, где хаотичный. Линию обороны здесь удерживают бойцы морской пехоты. Рассказывают, ситуация на позициях постоянно напряженная. Окупанты стреляют из всех видов пехотного оружия. Часто палят из броневиков разрывными патронами. Из восьми вечера до четырех рамков. Вот мы можем чути даже сейчас. Это выход был, где-то пошел на другую сторону. Тишины нет даже днем. О плотности вражеских обстрелов свидетельствуют деревья, стволы которых прошиты насквозь. Попадает в такое дерево, разрывает. Если нет прямого попадания, то осколки зацепает. Вот это одно попадание в одном месте. Вон попадание, ветку срубал в другом месте. Морпехи рассказывают, боевики нередко устраивают стрельбу и между собой. Наши ребята слышат, как они сначала ругаются, а потом палят из автоматов друг по другу. Ну, а с какого перепугу другой человек будет стрелять в своего товарища по службе? Я думаю, тут должно быть какое-то серьезное изменение сознания. Очевидно, не медитация у них там в тренде. Открывать огонь по противнику украинским солдатам запрещено. Только в случае открытого нападения. Боевики этим и пользуются. Противник бывает такое, что ведет себя достаточно нагло. Ведет обстрелы из стрелкового оружия. И более мощных видов вооружений, таких как РПГ. Вот такие сюрпризы прилетают на позиции морских пехотинцев по нескольку раз на день. Это часть гранатометного заряда. Ребята говорят, что боевики наполняют эти штуки еще и химическим веществом. Вот разбирают ее, засыпают. Ну, тут есть такой, как называется, лейк. В эту лейку засыпают. Разобрали, смотрим, вот там хлорки насыпали. То бишь, если перемешка с кумулятивом прилетает и глаза выедает. Поэтому у морпехов постоянно при себе марлевые повязки. А нам рекомендуют на позиции не задерживаться. Нашим солдатам нужно выспаться перед еще одной ночью перемирия. Из Приазовья. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. В Минобороны назвали причину взрыва миномета «Молот». Эксперимент показал, что его разрыв на Ривненском полигоне произошел из-за двойной зарядки. Об этом заявил замминистра обороны Игорь Павловский. По его словам, следователи реконструировали практически все события, которые могли произойти во время учений. И установили, что в стволе одновременно находились две мины. Я напомню, трагедия произошла 6 июля. Трое военнослужащих погибли тогда и еще девять получили ранения. Маневры в воздухе. Украинская авиация сегодня показала, на что способна. В Николаевской области в рамках учений «Сибриз-2018» прошли демонстрационные полеты. Все видели мои коллеги. Техника и военные в ожидании приказа подниматься в небо. На Кульбакинском аэродроме в Николаеве только украинские участники международных учений «Сибриз-2018». Их задача сегодня – демонстрация полетов. МИГ-29 проводит показательный воздушный бой. Самолет-истребитель много лет используют во время военных действий. Он способен одновременно вести активный бой и выполнять маневры. Морской многоцелевой вертолет берегового базирования МИГ-14 также классика для морской авиации. Журналистам демонстрируют согласованный групповой полет. А вот один из самых зрелищных моментов. Ан-2 десантирует парашютистов к месту, где, по легенде, ожидают помощи. В полете военные находятся считанные минуты. За это время успевают раскрыть флаги Украины и военно-морских сил. А между тем, поисково-спасательный вертолет МИГ-14 эвакуирует людей. Завершает выступление показательный полет Ан-26. Самолет делает несколько проходов параллельно аэродрому на высоте до 100 метров. Это предельно малое расстояние до земли и требует от пилотов особой ловкости и выдержки. Военные отмечают, что сегодня погода была благоприятна для пилотирования. Впрочем, они готовы к работе и в сложных условиях. Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности. Телеканал Интер. Николаевская область. Очередные изменения в медицинской реформе. Минздрав ввел новый порядок оформления декларации с врачами. Количество необходимых для заключения договора документов уменьшилось. А их ксерокопии теперь и вовсе не нужны. Теперь вся информация о пациенте будет помещаться на всего лишь одном листе. Подписать декларацию нужно до начала 2020 года. Возле Минздрава сегодня протестовали женщины. Около ста представительницы государственной и местной власти требовали отправить в отставку министра здравоохранения Ульяну Супрун и признать медреформу неконституционной. Среди участниц этого митинга были депутаты, мэры, адвокаты и врачи. Сегодня вся страна сидит, люди без вакцин, без лекарств, без гемодиализа, без инсулина. Такого отношения к людям, которые нуждаются в медицинской помощи, не было в Украине никогда. И поэтому женщины Украины поддерживают требования оппозиционного блока по отмене антиконституционной реформы здравоохранения и по отставке непрофессионального министра здравоохранения. Профессора, у нас есть адвокаты, у нас есть защитники, у нас есть главные врачи. То есть у нас такой состав женщин есть, которые в состоянии дать правильные комментарии по происходящему и дать те рекомендации, по которым я считаю, что стоит прислушаться, для того, чтобы потом действительно внедрять какие-то этапы, реформы. Нельзя просто взять и забить гвоздь в прыжку гроба украинского народа. Ремонт спустя десятилетия. В Смеле Черкасской области открыли отделение Центральной районной больницы. 175-летнее здание до прошлого года видело только косметические ремонты. Утро в поликлинике Смелянской райбольницы. Час пик. Каждый день сюда приходят до тысячи пациентов с всей округи. Накануне в здании закончили капитальный ремонт. Нина Хоменко приехала из соседней Балаклеи на прием к эндокринологу. Удивлению не было предела. Тут очень все хорошо. Не видно этих печей. Век на помине. Очень хорошо. Я зашла в Черкасах, в диагностическом центре. Это не просто больница, а памятник архитектуры середины 19 века. С гордостью рассказывает главврач. В этом году исполнится 175 лет со дня открытия поликлиники. Ее основал граф Бобринский для рабочих своей фабрики. С того времени ни одного капитального ремонта здесь не проводили. Только косметические. Реконструкцию начали в прошлом году. За это время полностью обновили интерьер. Заменили старые печи на современное отопление. Провели водопровод и канализацию. Денег частично хватило. Даже на оборудование для кабинетов. 25 кабинетов. Закуплены новые мебели. Закуплена оргтехника. Проведенный швидкостный интернет. Сейчас у нас мы ждем выделения денег на сессии для закупления программного обеспечения. Чтобы мы могли подключить уже до загальнооблашной мережи. Подключить свою локальную систему. И использовать программу электронной карты пациентов. Все это стало возможным благодаря субвенции из госбюджета. Сумма приличная. Более 10 миллионов гривен. Выбить их помог народный депутат Сергей Рудык. За эти деньги смогли восстановить поликлинику. Отремонтировать отделение анестезиологии. И начали утеплять фасад самой больницы. Говорит нардеп. Давайте закончим. Закончим полностью с работой. Потому что последняя крапля, без которой неможливо вважать заклад сучасным. Это замена системы опаления. В этом отделении трубы граненькие. Батареи нормальные. Но нужно такое, чтобы было в всем этом отделении. А это поверхность строительства. Это уже достаточно не новая. То есть эту историю завершим. Сергей Рудык надеется, что к концу года появятся деньги и на обновление медоборудования в больнице. Константин Рядин, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Забить гол Андрею Павелко. Сегодня предлагали организаторы акции у стен на ПК. Я напомню главу комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и по совместительству президента Федерации футбола Украины. Обвиняют в хищении государственных средств. По данным следствия, чиновник отмыл деньги за счет завышенных цен на футбольные покрытия. Прохожие приняли в акции активное участие. Они признаются, что забивать голы чиновникам готовы хоть каждый день. Что происходит в Украине, вы же сами видите. Он сам себе отделяет деньги, я потом их разкрадаю. Он уже вкрав 160 миллионов гривен, которые предназначались для развития футбола Украины. И при этом ни НАЗК, ни другой государственный орган, контролирующий орган, не может притягнуть его до ответственности. Мы требуем от НАЗК, чтобы было инициировано и расследовано коррупционные действия этого брехуна и кредия. 6% за прошлый год. В Харьковской области растет промышленное производство. За счет каких предприятий пополняется бюджет, разбирались наши корреспонденты. Это механосборочный цех Харьковского машиностроительного завода ФЭД. Одно из главных предприятий Укроборонпрома. Ежедневно здесь производят оборудование, комплектующие для военной техники. С рабочим визитом предприятие посетила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. Делаем годную продукцию, собираем детали, узлы, через контроль проверяем. 100% у нас проверка. У нас механосборочный цех. То есть мы и детали делаем, и комплектуем узлы, и занимаемся и стенды, прокатка стендов, и проливку делаем. И передаем свою продукцию в наш цех на сборочный цех. Еще три года назад завод был на грани банкротства. Долги перед кредиторами, маленькие зарплаты и те с задержкой. Чтобы не потерять коллектив, работали всего по несколько часов в день. С приходом нового руководства было освоено еще ряд новых изделий, касающихся тоже бронетехники. Это нагнетатель. Мы тесно сотрудничаем сейчас со многими бронетанковыми предприятиями, завода с ремонтными. За короткий срок удалось не просто наладить производство, рассказывают рабочие. Завод сотрудничает с отечественными и зарубежными производителями. Ситуация стабилизировалась. На предприятие вернулись квалифицированные специалисты. Зарплаты выросли. Зарплату вовремя платят. Зарплату авански. Все в порядке. Аналогичная ситуация была также на заводах Малышева и Хартроне. Последний производит продукцию для ракетно-космической, железнодорожной, энергетической и оборонной промышленности. Выпускает и уникальную электронику. Продукцию уже ждут в Казахстане и Беларуси. А вот на Малышева контракт на поставку танков вооруженным силам Таиланда подписан еще в 2011-м. Но большую часть заказа удалось выполнить только за последние два года, что позволило возродить предприятие. Была бы значна перерва. Были 50 танков и 2 ремонтно-эвакуационных машины, которые вы видели, атлет. Также поставлены на тренажеры. Надо послухи с навчанья. Развитие промышленности основы экономики, подчеркивает глава Харьковской области Юлия Светличная. По официальным данным, только за последний год поступление от Тяжпрома в бюджет области превысили 70%. На промышленность нужно уделять внимание, развивать ее, внедрять новые технологии, делать конкурентоспособным товар, расширять рынки сбыта. Тем самым, в том числе, уделять внимание социальному пакету и социальным гарантиям. Улучшать условия труда. И от этого будет повышение заработной платы, потому что чем больше выпускается продукция, чем его больше сбывается, тем, безусловно, больше прибыль у предприятия. Этим и занимаемся, работаем для того, чтобы расширять рынки сбыта. Также Светличная подчеркнула, руководство области активно занимается продвижением бренда региона в мире. Благодаря этому предприятия Харьковской области хорошо известны в странах Азии, Латинской Америки и США. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер. Остановите дендроцит. С такими требованиями сегодня к зданию мэрии Кропивницкого вышли эко-активисты. Люди просят прекратить вырубку здоровых деревьев и наложить мораторий на застройку рекреационных зон. Чего давились? Давайте посмотрим. Деньгами дышать не будешь. Городу нужен кислород. С такими лозунгами у здания мэрии собрались горожане. Люди возмущены массовой вырубкой деревьев. Станислав Селин об акции узнал благодаря интернету. Введется вырубка деревьев на делянках в рекреационных зонах. Мы против этого. Я пришел поддерживать тех людей, кому не поддержат доля нашего города, кто хочет жить в зеленом месте, а не в месте мафии, рынков и заправок. Только за несколько месяцев в городе уничтожили около 20 здоровых деревьев на пляже, полсотни на улице Академика Тамма и десятки в спальных микрорайонах. Зеленые насаждения рубят, чтобы расчистить площадки под застройку. Эти люди, которые с целью метою шли в Минску Раду, они начали грибать. Грибать безбожно, без ссорома, без любой совести. Они видят, что люди это видят, знают все эти прозвища. И они просто выходят с камняными обличиями и говорят, что у нас на все есть дозволы. В этом году на вырубку деревьев из городского бюджета выделили рекордную сумму – почти миллион гривен. Чиновники уверяют, только осенью должны высадить около 200 молодых саженцев. А если вырубка идет без разрешения, бизнесменам грозит штраф – 850 гривен. Никто самовольно эти деревья не рубает, исключительно после обслуживания. И если сносу подвлекают... Как фахивец, сколько нужно часов, чтобы садженца сделать полностью дерево? Это смотря, какая порода дерева, но, конечно, не один год. Пока горожане митинговали, местные депутаты проводили сессию. Несколько активистов пустили на заседание. Они потребовали ввести мораторий на вырубку здоровых деревьев. И не голосовать за выделение земли под очередную заправку. Для строительства которой, опять же, нужно будет расчистить площадь. Депутаты, видимо, прислушались и вопрос отложили. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кропивницкий. В Союзе химиков заявляют, что российские производители пытаются повлиять на размер импортных квот серной кислоты. Я напомню, недавно их утвердили в Минэкономразвитии. Так кто же пытается надавить на чиновников, разбирались наши корреспонденты. Удар по квотам. В Союзе химиков Украины заявляют о попытках отменить недавно принятое ограничение на импорт в Украину серной кислоты. Еще в начале месяца квоты утвердили в Минэкономразвитии. До этого за счет импорта покрывали больше половины потребностей наших металлургов. Ежегодно в страну возили более 80 тысяч тонн серной кислоты на десятки миллионов долларов. Большая часть поставок шла из России. А наши заводы из-за этого простаивали. Теперь украинское производство начало расти. Однако тут же нашлись противники квот. Ищите деньги. Кого-то это интересует. Вот смотрите. 80 тысяч тонн завезли кислоты. 25-30 долларов тот, кто завозит, он зарабатывает. Это немало, немного. 2 миллиона долларов. Понимаете? То есть вот где оно зарытое. Поднимается волна. Примерно известно, кто ее поднимает. Откуда корни растут, тут тоже всем понятно, что они из России растут. Поэтому все это направлено на то, чтобы подорвать экономическую мощь нашей страны. Квоты – это и безопасность государства. Серная кислота – один из компонентов в производстве взрывчатки. Зависимость от российского импорта серной кислоты – это угроза для нашей обороноспособности, говорит Алексей Голубов. Более того, те же поставщики, у которых ранее продукцию закупали украинские импортеры, поставляли серную кислоту и для оборонной промышленности страны-агрессора. После введения квот лоббисты российских производителей сразу же начали пугать украинцев остановкой нашей металлургии и даже падением курса гривны. Якобы украинские химики без импорта попросту не смогут справиться с внутренним спросом. Однако эксперты утверждают – мощности и хватит. Потребность может быть выше 100 тысяч тонн, обычно это 110-120 тысяч тонн, до 130. Производим мы 30-40 тысяч тонн, ну нормально 35-35. Можно производить значительно больше, естественно мощности могут быть загружены больше, потому что заводы просто не работали. Покрывать полностью украинское потребление украинское производство может. То есть эти 120-130, даже 150 тысяч тонн можно производить в Украине. Как утверждают химики, наши заводы могут увеличить производство стратегически важного ресурса в несколько раз. А это не только безопасность страны, но и работа для десятков тысяч украинцев. Главное – содействие со стороны государства. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, подробности, телеканал Индер. В деле рюкзаков поставили точку. Прокурор САП закрыл производство против сына министра внутренних дел Александра Авакова и бывшего замминистра Сергея Чеботаря о хищении средств. Сегодня информацию эту подтвердил глава САП Назар Холодницкий. По его словам, такое решение принял старший прокурор. Правозащитники заявили, что дело политизировано и усомнились в подлинности видеозаписей, предоставленных в суду. Однако подозреваемым в этом деле остался третий фигурант. Это бизнесмен Владимир Литвин. Я глубоко переконанный, я про это сказал на самом начале, что удар был на самом деле не по моему клиенту, а по его датьку. Почему я так позволяю себе говорить? Потому что я один из небольших, кто вивчив эти материалы криминального проведения. И я получил все материалы негласных следствий. Доповедомлю вам лишь одну цифру. Там есть сотни годин записей. Не година, не двое. А сотни годин записей, где писали не моего клиента, а писали его отец. И других посадочных людей. Около 10 тысяч человек заполонили сегодня центр Одессы в день Петра и Павла. Верующие прошли крестным ходом с чудотворной Касперовской иконой Божьей Матери. Желающих прикоснуться к святыне не остановило ни 30-ти градусное жрание, ни автомобильные пробки. Поклониться к этой иконе едут со всего мира. Хранится образ в Свято-Успенском соборе. Именно там митрополит Одесский и Измаилский благословил участников крестного хода. Игумени нашего города, покровительницы этого чудотворного образа, к которым ежедневно прибегают верующие, да и неверующие тоже. Я уже четвертый год приезжаю сюда и хожу. Ну, тяжело, не тяжело, Бог помогает. В шаге от экстрадиции. Немецкий суд разрешил выдачу бывшего лидера Каталонии Карлоса Пучдемона. Когда беглый политик вернется в Испанию и что ему грозит на родине, узнаем от Татьяны Лагуновой. Добро на экстрадицию суд земли Шлезвиг Гольштейн разрешил удовлетворить запрос официального Мадрида и выдать Испании бывшего лидера Каталонии Карлоса Пучдемона. Теперь слово за генеральной прокуратурой земли. Это ведомство должно санкционировать экстрадицию и в случае положительного решения определить ее дату. Дело Карлоса Пучдемона судьи рассматривали больше трех месяцев с конца марта, когда бывшего лидера Каталонии задержали на одном из немецких автобанов. В итоге суд удовлетворил запрос испанской стороны, но частично. Германия готова выдать Пучдемона за растрату государственных средств. Речь идет о сумме в полтора миллиона евро, которая, по данным испанских следователей, Пучдемон потратил на проведение референдума о независимости Каталонии. Но не заметишь, такой статьи в немецком уголовном кодексе нет. А это значит, что и после выдачи власти Испании не смогут предъявить Пучдемону обвинения по этой статье. Официальный Мадрид уже отреагировал. Как бывший лидер оппозиции, а сейчас премьер, я придерживаюсь одного принципа. Я не оцениваю судебные решения, а уважаю их, независимо от того, где они были приняты. В Испании, Бельгии или Германии. В этом случае важно, чтобы люди, которые принимали участие в событиях в Каталонии в конце прошлого года, предстали перед испанским судом. Впрочем, из-за расхищения бюджетных средств Пучдемону на родине грозит солидный срок. Ему могут дать до 10 лет тюрьмы. Сам Карлос Пучдемон решение суда пока не комментировал, но немецкие СМИ со ссылкой на адвокатов политика уже сообщили, они готовят апелляцию. То есть процесс экстрадиции может затянуться на месяцы. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Как звучит рэп в исполнении президента? И можно ли выносить ребенка, не заметив этого? Обо всем этом прямо сейчас. Рэп от президента. Лидер Туркменистана Гурбан Гулы Бердмухамедов записал песню вместе со своим внуком. Слова принадлежат самому президенту. Музыку сочинил 16-летний Керим Кулы. Они по очереди прочитали куплеты песни, которая посвящена предстоящему авторали, достижениям туркменского спорта и красоте местной природы. Новый образ порно-звезды. В городе Коламбус, штат Огайо, арестовали Сторми Дэниелс, рассказавшую об интимной связи с Дональдом Трампом. На Сторме надели наручники за то, что во время выступления в стрип-баре она позволила клиенту прикоснуться к себе. Адвокат задержан и настаивает, что дело политически мотивировано. С глаз долой и сердце вон. Джонни Депп второй раз исправил татуировку в честь бывшей возлюбленной Эмбер Хёрд. Ранее на руке актера красовалось прозвище Эмбер Слим, по-английски худышка. Во время развода он изменил слово на скам, что означает мразь. На днях заменил его на мошенничество. Громкий развод пары потряс Голливуд в прошлом году. Неожиданное пополнение. Британка пошла в туалет и родила близнецов. 21-летняя Бет Бэмфорд из графства Стаффорд Ширт не подозревала о своей беременности. Растущий живот объясняла избыточным весом. За время беременности она несколько раз жаловалась на плохое самочувствие. Но врачи предполагали, что это вирусная инфекция. При этом у Бет есть двое детей. Рекордный маникюр. Обладатель самых длинных ногтей обрезал их после 66 лет отращивания. Индиец Шридхар Челал из города Пуна решился на процедуру из-за сильной боли. Шридхар всю жизнь трудился фотографом, используя специальное приспособление для работы. Суммарная длина ногтей 82-летнего старика составляла 9 метров и 9 сантиметров. Частичное солнечное затмение в пятницу 13-го. Необычное астрономическое явление. Завтра смогут наблюдать жители южного побережья Австралии, острова Тасмания и на части Антарктиды. Луна закроет солнечный диск на 35%. По данным НАСА, последний раз солнечное затмение в пятницу 13-го было в декабре 1974 года. В следующий раз ожидается в сентябре 2080-го. Американский беспилотник пересек Атлантику. Он вылетел с базы в Северной Дакоте и приземлился в английском графстве Глостершилл, преодолев почти 7 тысяч километров. Это был первый в истории трансантлантический перелет средневысотного беспилотника. Длился он чуть более суток. К тому же впервые аппарат под контролем оператора за пределами прямой видимости из Америки достиг воздушного пространства Британии. Это все новости на сегодня. Итоги недели завтра в этой студии в 20.00 подведет мой коллега Алексей Лихман. А я прощаюсь с вами до субботы. Хорошего вечера. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!